Немножечко Осень Сказывается Алхимик Ну что ж, подкрепляют свой пик еще экономический Немного, алхимик появляется Причем Алхимик, который В принципе, на протяжении вот этой длинной игры Мы всегда разделяем алхимика на несколько частей Первая часть, это вот самый старт Как он фармит, насколько быстро он получает Свои нужные артефакты Радианс Потом мы смотрим в мидгейме Если он быстро их получил Как он хорошо их реализует, как он дерется Все ли нормально у него Если нет, то как он будет возвращать эти деньги Потраченные, ну то есть утраченные в начале И в лидгейме мы рассуждаем Как хорошо будет уже помогать Он своей команде аганимами Потому что этот герой во многом иногда И благодаря этому выигрывает в конце концов Потому что вот фармит, фармит, фармит Шеста того заработал Развиваться некуда А потом пошел снабжать аганимами своих тиммейтов Так здесь есть кому отдавать очень много товарищей Которому будет полезен Джиггернауту полезен будет Ондайнгу будет полезен Джимнанску будет полезен Да-да-да, Оракл на последний Даже Оракл в конце тоже нормально зайдет Пусть заходит Конечно, в такой глубочайшей лейте не сильная Пьюри Флэймс там разваливает Но тем не менее Клинц от команды Ехум на последний пик Акс сложная Или Клинц в мид Клинц может в мид пойти Пугна для Сайлора А Пугна может пойти легкую линию И Клинца могут поставить против Алхимика И Клинц вообще на миде разваливает Как сумасшедший со старта Да тут в принципе, как хотят, так и ставят На самом деле Клинц вообще классно заходит сюда Потому что и тамба разбивается хорошо И пуш дополнительный И героя вот этих неприятных плотненьких Клинц хорошо убивает Мне этот герой очень-очень импонирует В этом пике Посмотрим Посмотрим, как расставят По-моему, у LGD без сюрпризов Команда Йеху Тоже получил В принципе, грамотного героя для себя Ну что ж, давайте Я быстро пробегусь по составам И вообще пробежимся XZ со стороны команды LGD Gaming Забирает себе Undying Джиксин отыграет На Веномансере На Алхимике сыграет Мэйби Эйм берет Джиггернаута И Оракл для М99JY, он же Виктория Команда E-Home Олд Элевен Берет себе Акса Лан Эм Сыграет на Рубике Никс Ассасин Для Гвардиана Сайлор Берет Пугну И Олд Чикен Это Клинс Хороший плотный состав С одной и другой стороны Я думаю, что команды Покажут нам Качественную доту Причем дота Как по мне Будет насыщена файтингами Да, там есть пуш с одной стороны С другой стороны Да, там фарм должен быть У Алхимика Казалось бы Там где-то пассивная дота Но Мне почему-то кажется Что агрессивнее Немного должны действовать Вот это стояние До верного Стояния До лейта Это вещь хорошая Но одна из команд Чуть ли не С 100% вероятностью Проигрывает Если мы вспомним Яркое начало Команды Ехом Быстрый разгон Сайлора И Быстрый разгон Тимберсол В коллективе Ехом То Судьба команды LGD была Предрешена Наверное Минуте на 20 То, что так затянули То, что там Дефали Неплохо Игроки команды LGD Но это только потому Что особенности героев Были такие И Джиксинг Где-то там Выпал из общего Упадка Команды LGD Так что Мне кажется Драками Будет насыщенная Эта карта По крайней мере Может я Желаемое Действительно выдаю Мне бы так хотелось Ты знаешь Огромные шансы У нас посмотреть Полное Бестов 5 В этой встрече Все-таки Коллективы Очень достойные Где-то Возможно LGD тоже Подвел И пик В предыдущей игре Где-то Наверное Исполнение На старте Но в целом Видно Что коллективы Стоящие Коллективы Могут бороться Причем На любой стадии игры На миде Вообще Перчатки Гейминг У команды LGD Обратите внимание Мидас У Алхимика На руке Как скин И Undying Тоже пришел У него тоже На правой руке Надета перчатка Разваливает Одно зеленое Другого золотая Это имморталовская Да? На Undying Перчатка тоже Ну это с Интапом Последний Если не ошибаюсь Нет? Да Ну скорее всего Да В своем Я просто тоже Такая у меня есть По-моему Какой-то из коробок Это было Ну что у нас По линиям В миде Видим что Undying пытается Гонять немного Сайлар На пугне В миде Давая немного Пространство Алхимику На верхней линии У нас никого нет Из команды LGD И сразу же в лес Отправляется Товарищ Джексинг Ой это тема Тот самый Сайронталон Веномансер Который быстро Попытается нафармить Какие-то стартовые артефакты Пока оставляют Сложную линию Ребята из команды LGD Как же далеко Крипов завел Именно Оракл Отводит Отводит направо Налево Тоже фармит То есть пытается Неплохо в экономике Поработать LGD XZ Guardian может встрять Порчензен По Guardian прилетает Все это так же Было скомбинировано С прифайн флейм С форсблат Очень легко Это смотрелось Прямо как будто Знаешь Так и должно было быть Да немножко Левела как-то Не хватило Никсу Скоропаст Наверное полегче Было бы Ну рановато Пошел быковать Просто-напросто Ну и вот этот Веномансер За сторону Реднет Я лично В профессиональной Вот компетити В доте Впервые наблюдаю Этот момент Да нет Ну было уже Я просто Я не комментировал Конкретно этот момент Я комментировал Как-то матч По-моему Это американские Квалы были Там Веномансера Отправляли в лес За сторону Дайер И вот все Первые три спота Он выфармливает Как чудовище У него К минуте К десятой Реально можно Уже с аганимом Быть То есть Юл какой-то Смело собирает Очень быстро Огромнейший Буст идет Единственный момент Что его просто нет На линии Не на одной 10-12 минут Это долго Ну я одну игру Лично комментировал С таким Нет Даже две Подожди У нас с тобой была Уже одна игра На этих квалификациях Такими веномансерами Лесным Нет У меня не было Был Был Ты со мной комментировал У нас была игра Просто ты позабыл Была у нас одна игра Да нет Была одна игра Он сначала Дохранил четвертый уровень А потом пошел На сложную стоять Была у нас с тобой Одна игра Я не помню Какой это был регион Если я не ошибаюсь Это был Се регион По-моему Просто это было В тот день Когда мы с тобой 14 часов комментировали И ты возможно Немножечко уже Выпал Тоже Все начинали Я так рано Не выпадаю Не знаю Мне кажется Была у нас По-моему Одна игра Где был с Талоном Просто я помню Какое-то последнее время Мы с тобой смотрели Одну игру Просто я не помню Что Плес Именно спамился Благвардами И фармился Вот уже пожалуйста Вот четвертая минута Четвертый уровень Джексон прекрасно Себя чувствует Всего предостаточно Все очень быстро Резво И не оттягивает Таким образом Экспириенс От своих тиммейтов Смотри По фарму в миде Пока Опережает Алхимик Немного своего оппонента Ну и вообще Неплохо Алхимик идет На старте Хотя линия Не самая приятная Наверное Но с другой стороны Крипщика добивать Можно уже хорошо Андайн постоянно Напрягает Сайлор Посмотрите сколько урона Сейчас Экзит наносит Если добирается До Пугны Очень неприятно Сайлору конечно Молд Левен Контролирует верхнюю руну Пугна забирает ее На четвертой минуте Появляется Иллюзий Ну а баунти Внизу Достается Ораклу А и то что Алхимик идет С таким же крипстатом Как и рейнджевой Мидлейнер Команды Это проблема Команды Ихом На старте Алхимик Позволяет ему Получать слишком много Ну и фрифарм Для Клинца Тоже вещь Весьма и весьма Приятная Команды Ихом Я сказал Я ошибся Сказал что Веник в лесу В принципе Не оттягивает Экспириенс От своих тиммейтов Но это Джиксон Это хардлейнер Который оставил Харду пустой И Следовательно Никто конечно Из игроков Команды ЛГД До этого момента Профита С этого никакого Не имел Сейчас Перемещается туда Андайн Тоже есть варианты Где-то там Лишний опыт На получать Шестое Я вижу У Акса уже есть Акс Вкачал себе Калинблейд Гвардия Она останавливает Но Да останавливает Останавливает Продолжение Правда не последовало Но Не он отменил ТПшка Да ТПшка Не удалась Гвардиану Причем Своими руками Ну он решил Просто что Никто Ну это как Знаешь Вот видишь На тебя бежит Джаггернаут Ты получаешь Форчинзен Ты понимаешь Что если Джаггернаут доберется Начинает То ты скорее всего Можешь даже погибнуть Просто отменил ТП потому что Нет смысла Никуда лететь Учитывая Джаггернаут Развернулся И побежал обратно Ну и Джаггер Понимал Что если он Выбежает дальше То просто ТП сделает Есть Ассасин Есть Агро Акса Проблема у Оракла И прилетает сюда Андаинг Ставит Тумстоун Оракл пока жив Олд Левон Шестого уровня Мог бы дорубить Оракл Оно хорошо контролит Все замечательно Просто делает Виктория Раскатывает Акс Направо и налево И Джаггернаут Добивает его Причем очень красиво Критом Классно раскатали По затылку Ударил Акса Да Аникс Ассасин Выживает Акс погибает В этом моменте Ну и Кз Удачное перемещение Вниз Тамба весьма и весьма Ну и вот Пожалуйста Под сейв Как-то вроде С одной стороны удался А с другой стороны Вы еще и Поднакормили Ребят Оракл Отъезжает Ну и Кз Чуть было не забрали 2-1 Становится счет Продолжает Фармить Алхимику Алхимику Уже есть Кемикал рейдж Все для команды LGD И конкретно Для мэйби Прекрасно Эйм тоже имеет Хороший крип Стат В принципе держится В топе Да он проигрывает Клинцу Но это неудивительно Клинц все время Стоял на фрифарме А Акс У нас я так понимаю Еще и Лиса подфармливал Поэтому у Акса Крипы Не самые считаемые Да Акс Не так много денег имеет Сколько крипов у него нарисовано Ну Акс в основном Фармил Лиса У нас он даже Особо не уходил На линию Только сейчас появился Шестом уровне Клинкс Прилетает себе Пауэр Трэдс И Перемещается В сторону Нижней линии Две секунды Можно Скушать Даркпактом Сейчас сказать Дэспактом Крипа Да так и делает Седает тролля И Джиггернаут Это нелегкая цель Для Клинкса Нужен контроль С станом Может и получиться В верхнюю линию Давит очень серьезно И основательно Виномансер Четвертый уровень Вардов И Третий уровень Поезда Синга Посмотри на Ланема Один вардик Один несчастный вардик Ланема заставляет уходить Сайлера поймали в миле Сайлера не уходит И Алхимик Зарабатывает лишнее золото Для мэйби Прекрасный буст У него В принципе Армлет уже где-то Не за горами И он может В тайминге Вписаться Где-то минуте на 13 У него может появиться Радианс Это прекрасное Будет начало Для команды LGD Заходил Таколг Леван Под вышку Прогулялся Видел что летит Андайинг И передумал Ну и правда Атаковать здесь Под вышки Джиггернаута С Андайингом Не лучшая идея Ультимейта Макс убивает курицу Которая летела В сторону Джиггернаута Подставляется Эйм Ультимейт доступен Эйм прожимает его Чтобы где-то Пережить урон Входящий И уходит на Блейд Фьюри Входит Оракл Виктория очень сильно помог В драке Немного На себя внимание Перетянул Ну кстати А они попытаться Или на развороте Подраться У Акса нет Ультимейта Об этом знают Они понимают Что он убивал Только что курицу И ходит сюда Виномансер Не добивает Никого Все на ТП улетели Прикольно Джиггсен Тем временем Ланема размял До неприличного Ланема Лоу ХП Но он стоит еще на линии Хорошо действует Команда Команда ЛГД В данном Моменте Самое интересное Что у меня Пропадает Вот Возвращается Пропадает Все окей Вроде Так Олд Чикен Олд Чикен Бьет Крипчиков У нас съедает Деспак Там Я так еще никогда Не принятил Давай пробуем Прикольно Один мониторчик У меня пропал Который основной Бывает Да поэтому У нас Три Мне Тебе И запасной Поэтому пожалуйста Мне тебе И моему Воображаемому Другу Есть крипов Алхимик Продолжает Свой фарм Жестко Конечно Мэйбе стартует Ничего не скажешь 50 крипов Выбивает Мне часто Даже такой Резот Алхимики Получают Как у него По Вот этим Грибчикам Вроде Не на стак Она В общем Мешал бы Конечно А никто Не мог Это делать Там же Джиксен Фармил Да Джиксен Вот это Небольшой минус Он не то Чтобы прям Серьезный Но Небольшой Совсем Ну Нэнштав Пойдет съезд Тоже верно Тоже верно Подороже Даже будет У нас Гвардиан В Индетте Находится Миди пока Атака На Сайлора Пукна пока Ничего не может Сделать Он Погибает Второй раз Его пытаются Бегать Убивать Пытаются Фокусироваться На этом герое ТП Делал Андаинг На верхнюю линию Но Долеван Его спукнул Он бы умер Здесь Сто процентов Там еще и Гвардиан Подходил Не туда Немного делал ТП Джиксен Приходит На Верхнюю линию Сейчас скорее всего Пойдет Попытается Спушить Четвером LGD На своем лайне И Команда Ну не имеет Возможности Мне кажется Против этого Состава героев Зайти Вот так Вдвоем Кого-то минус 0 Бегают По карте пока LGD формят LGD формят Гораздо увереннее Если мы посмотрим Алхимик Имеет 2000 плюс Над Клинцом Пугну он вообще Унизил Хотя нет Тоже да 2-2-100 Ну в целом На миде На 2000 Обыгрывает своего оппонента На 10 минуте Прекрасно показать XZ Что за странные движения XZ Кей в пустоту Вообще Кого он боялся Сколько немного Бывает такое Вышку почти доломал Уже Стайлор Ну и пытается Содинать Нет Как не Содинаешь Нужно было Либо же сразу Миксить ее После предыдущего Взрыва Пугны Так уже Не задинаить Конечно Было Да Смотри Как только появляется Незер Бласт От четвертого уровня Ты очень быстро Очень быстро Ломаешь строение Это приносит деньги Камани Свои Естественно Поймали Винмайзера Вверху И разрубил Акс Рубик Сделал Винную долю Работ Помогал ему В этом деле Никс Исасин Немного Олд Ланэм Молодец Олд Ланэма 2 ассиста На старте Он пока не погибал Вот За что мне Всегда Нравился Олд Ланэм То что он Умел Находить и фарм На карте Как саппорт Всегда Привносил что-то Очень интересное Всегда От него был Импакт На любой стадии Мы вспомнить Можем его Саленсера 4.2.9 В предыдущей игре Можем его Кунку знаменитого Вспомнить С интернешнл 8.0.17 Пожалуйста То есть Всегда Всегда Ланэм Находит себе Занятие на карте Это Как говорится Мудрость саппорта Не тот Который не пошло Я не знаю Что делать Как дальше жить Этот товарищ Всегда найдет Себе применение Просветка От Андаинга Видит он Никс Ассасина Оракл Форчин Зен Перефайн Флейм В подкоп От Никс Ассасина И еще один Перефайн Флейм Заторакла Допивает Гуардиана Отобрали Эншентов Или по крайней мере Попытались Игроки команды Ехоум Где в это время Алхимик Алхимик в это время Фармливает лес И там очень сильно Поддавлена Нижняя линия То есть Алхимик Сейчас зарабатывает Золото все больше И больше Он по прежнему На 2000 Обгоняет Клинца Но с появлением Радианца Все гораздо страшнее Станет для команды Ехоум А Радианц Не за горами У него уже 3000 на руках Все прекрасно Он играет без колбы То есть Он играет без стана Но Тут сейчас Все фарм Как ты красиво Вводишь Куда? Удей от Нестабильной конкокции Нестабильная конкокция Как ты мог вообще Это не знаю Это твоя тема Я не участвую Я хочу тебя тоже Привязать Посадить на конкокцию Не надо Нафугнул Врываются парни Есть Fortune Урона пока Нестабильная конкокция Сайлар Улетел Вот до конкокции Сейчас Причем Эйм потратил Ультимейт На секундочку То есть Джигиунаут Прожал он Не слэш Ага Сайлар Улыбается Я думаю Сейчас Хотя он погибал Уже дважды Улыбаться ему не стоит Нужно Концентрацию Не терять Как говорится Ултелевен До сих пор Без даггера Но зато с вангвардом Близко даггер Да Немного по другой схеме Пошел Где-то Через вангвард Со старта Он мидера обгоняет Своего Почти на тысячу Дезолятор На секундочку У Клинкса Ну Нужно сейчас попытаться Максимально Эффективно его реализовать То есть Появляется Очень крутой артефакт На такой минуте У Клинкса С фрифарма Сейчас Ултчикен Это Убийца номер один Команды И хоум А под инициацию какую-то Это вообще смерть То есть Нужно просто бегать И искать себе жертвы Дезпак там подъел Крипа И пошел подпушить Это тоже кстати Для пуши Потрясающая вещь Согласен Согласен С фрифом Много всего делает Кстати По поводу Клинкса Собирает ли Драгон Лэнс Клинкс Наблюдал ли ты Драгон Лэнс Хюрикен Пайк Да-да-да Собирают Собирают Иногда В большинстве случаев Собирают Я вот в последнее время Наблюдаю такую тенденцию Что берут Да, сейчас Хороший Холчикин еще и фарм Заберет Немного Алхимика Здесь есть Очень вкусный Крим В частности Посмотрите на Сатира Да, Сатира Он съедает И Рубика Развалили вверху Тем временем Да, но Не страшно Он там был один Командой Хом Ушла нижнюю линию Ланэм Ставился Но он это делал Как говорится Ну, не со зла Делал это для блага команды Отвлекал где-то на себя внимание в том числе Четыре героя Даже пять героев команды LGD Находятся под своей вышкой на центральной линии Второй Лон, Eleven Eleven уходит, у него уже есть даггер Они готовы сейчас кого-либо поймать Может быть, жертва aim Сыба никакого у команды LGD Так вот, глобально, кроме оракла, нет Если кто-то не будет рядом, а им будет убить Так и есть Его просто расстреляли Какой-то оракл поможет Если оракл не стоит прям где-то неподалеку То ты обречен после такой инициации Да, очень опасно выглядит команда E-Home сейчас Вроде как начало было качественное для команды LGD Они по фрагам там нормально смотрелись Мы смотрим, алхимик Уже у нас 30 секунд с радианцем бегает Но, тем не менее, E-Home чувствует себя прекрасно Сейчас Сайлор начнет пушить Вышки будут падать Все, что не доформили на лайнах В частности, Сайлор все, что не добрал Все получит с товаров Самое забавное, что по-хорошему на вот этого алхимика Будет плевать команде E-Home Пук на его высосет Просто высосет Это вот Как оно звучит, как оно и есть Да, немного контроля И Клинс расстреляет алхимика Ну а контроля здесь предостаточно Очень сильно страдает Мы знаем, насколько сильно алхимика страдает от недостатка армора Своего То есть там очень неприятно Эти герои требуют укрепления Шива какая-то Ну, Шива, в принципе, по современной раскачке Раньше, когда они были боевыми Это была Кераса Ну, в общем-то, тут даже и Клинса особо не нужен был Ну, просто решим Просто решим все это будет Сайлора поймали Ну и вот Клинс начинает расстреливать А что Клинс начинает расстреливать? Вообще непонятно Тамбу еле-еле разбил Клинса разваливают! Неужели убьют? Да, забивает его Мэйби Такие драки нельзя принимать в команде E-Home Я объясню почему Потому что их драка Это когда инициирует Акс Когда инициирует Никс Ассасин Когда они идут в атаку Когда они нападают первые И могут сделать быстрые киллы Стартовые для себя Здесь же LGD напали Они пошли вперед фронтлейнерами Нужными подными персонажами И понятное дело, что контр-инициации у E-Home мы не видели Акса банально не хватило Если бы Акс мог прыгнуть И как-то поймать пару персонажей Берсерк Рискол Тогда, возможно, драку перевернули и Хоум А так легкой добычей стал Пугна А за ним и Клинкс Просто они были отрезаны своей командой От главных инициаторов Клинкс, по-моему, в Блэкинг Бар сразу пойдет Почему-то так кажется Не факт Может, как это и Dragonlance быть Может, Dragonlance, конечно, да Но в любом случае Оверклаб себе уже приобрел Я думаю, что Dragonlance будет Война плагвардов Да, хороший, кстати, в Ланэм Своровал здесь и подпушивает Очень активно давит в линию Плюсик Плюсик для Рубика, конечно Сайлар Ну, кстати 1000 монет остается До появления гонима у Сайлара Весьма неплохо Да, он, конечно, отстает от Алхимика Это понятно Но чтобы не отставать от Алхимика На центральной линии Пугна должен был 2-3 кила, как минимум, на нем сделать Чтобы не отставать от Алхимика Нужно быть Алхимика Конкретно Вопросе, я имею ввиду, лайнинга Я понимаю На перспективу, естественно, Алхимика Никто не догонит Начинает пушить команда LGD И подходит Подходит также Мэйби Ну и все, Мэйби включает Ким Колор Эйдж Может стоять Не сильно его пробивает Или сильно его пробивает Вполне себе сильно Пытается подсейвить Оракл Оракл получится это сделать Англия там играет с Алхимик И сейчас, в принципе По Джиггернаутам выкилется Ну вот, пожалуйста Плагварды Которые просто Ты берешь один Плагвард Пугной И спокойно разбиваешь Хилингвард от Джиггернаута Казалось бы Такая банальная вещь Вроде его держат как-то на расстоянии Но ты ставишь Плагвард И нацеливаешь его На главный подхил команды LGD Тем самым Обрезая им возможность В дракере гениться Ну, кстати, еще один Очень важный плюсик у команды Хоум Спайд Керапейс В Асид Спрей Сейчас мы видели Как это эффективно Асид Спрей, Радианс Да-да То есть ты просто подходишь К какому-то АОЕ Кастула Химика И нажимаешь просто Спайк Керапейс 2,4 секунды стана Пожалуйста Подхоп От Гардиана По Андаингу Нужно разбить Тамбу Но очень больно Акс В процессе этого дела И Акс погибнет Даже не разбив Тамбу Хотя успевает Бить Андаинга Это важный эпизод Если бы Андаинга не погиб Было бы куда похуже Джиггернаут ультит Но есть уже Юлу Рубика Джиггернаут Пока не может добить Ланема Получает конкокцию Ланема И погибает Нестабильную Нестабильно Получилось в этой драке Все у команды И Хоум Но не работает пока Не работает Они в связке Очень тяжело И вновь мы видим Что атакуют не они А нападают на них Вот в чем проблема То есть Нужно попытаться найти Для себя момент И атаковать самим Нанести удар Когда ЛЖД Не готовы Будут принимать его В чем здесь Диссонанс есть В этом моменте Командой Хоум Дерется на половине Соперника Они начинают давить Они где-то заходят На вражеский лес Но при этом Умудряются Не инициировать А наоборот А страдать От инициации оппонента Сайлор Близок уже к Аганиму Единственный момент Что Сайлора Будет не сложно убить Это такая вещь Относительно Если декрепифай Закончится Сайлора Я думаю размажет Джиггернаут И Алхимик Уже очень много дэмджа Имеет с руки Ну Сайлор близок Аганиму Все Аганим уже полетел Данному герою Готов Готов к угна 11 уровень Все хорошо Лайфдрейн Второго На прокачке Алхимик продолжает фарм Причем фарм Стандартного уровня Обыгрывает 5500 Акса Даже больше Даже больше По золоту В пользу Алхимика Та же история с клинцом Та же история с пугной Только даже наверное Еще и поменьше Ну и Пока все выглядит Увесисто У команды ЛГД гейминг Смог От ЛГД Готовы пойти подраться Все нормально У Мэйби По артефактам Тоже все великолепно 15 Тысяч На 20 минуте Это хороший показатель Заходят на Рошана Ставили Хилингвард Прочекали ситуацию Начинают Потому что Рошана По десет спреям Роха падает Достаточно быстро Алхимика Включил Кемикал Рейдж Саш Сенжин Яш Ужигернаута Нечасто мы такое видим Этот слот На всякий случай Поставили тамбу На хайграунд Игрыки команды ЛГД Вдруг кто будет подходить Ну и хумам Нет смысла сюда Врываться Вряд ли Рошану заберут И вряд ли Что-то сделают Оппоненту Рош Питер Ну а куда же тогда Акс идет В этом случае Олд Леван Умирать Просто умирать Да Немножечко Обескуражившая Выглядит эта игра Но сплит пуш есть Там внизу Крипы подошли Уже пушат в сторону Вынуждены смещаться Ехомы На миде Олд Чикин Поддавил в сторону По топу Обрати внимание Количество крипов Которое идет по топу На Т2 Команды ЛГД Сейчас Олд Чикин Мог бы подключиться И Т2 Спокойненько Был ЛГД Гейминг Забрали С другой стороны Это все деньги Для алхимика И деньги чудовищные Если мы В верхней линии Говорим Да В чем был Огромный плюс В свое время Клинкса Который собирал Себе Орхид Нас убивают На нижней линии Никс Ассасина Вот тут он бегал Джиггернаут Не пожалел Утимейт И убивает его Вот в чем был плюс Этого билда Через Орхид Потому что Ну в том что Банально ты подходил К какому-то саппорту Аля Оракл Давал ему Орхид И убивал его Понятно что сейчас Уже у него госскептор Уже это не так эффективно Но БКБ тоже будет неплохо БКБ зайдет Другое дело Что тут есть скиллы Которые неприятны И сквозь БКБ Тебя все равно будет бить Тебя все равно будет избивать Потихонечку Да даже банально Вот этот Веномансер Он уже напрягает Очень серьезно в драке Ты вроде как Не понимаешь Куда твои КП деваются Но БКБ поможет Клинксу Решил Лол Чикин Что Дрэгон Лэнс Не отделается И приобретает Субим Дрилл Хаммер Но БКБ уже вот После этого КПБ Будет доступен Да сейчас Пушат по центральной линии Пытаются поддавить Команды Ехом В это время На топ Линии ЛГД Забрали вышку Т1 на топе Также они забрали Т1 в мидлейне Естественно По пушу Команда Ехом Поинтереснее выглядит Они забирают Уже предпоследний Внешний тавер И ЛЧикин Может себе позволить Стрейф не юзает Понимаешь Что и так вышка Быстро развалится Здесь есть хайграунд На который можно стрейф И узнать И на Т2 Команды ЛГД А Ехомы стягиваются И начинают Наваливать по товарам Проблема в том Что команда Ехом Может не подходить Инициировать по-любому Придется команде ЛГД А вот на инициации ЛГД Можно и попробовать Отвесить сверху Джиггер на аут Пытается отпушить лайн Забирает пачку крипов И долго будут Сюда крипы Коллектива Ехом Но отбились Отбились ЛГД Малой кровью Все элементарно И просто сделано было Но они это сделали Ну смотри Есть БКБ у Клинкса В принципе Все герои Ехом неподалеку Если какая-то будет Хорошая бодрая Инициация от Акса То можем Неплохую драку получить От исполнения команды Ехом в итоге Но пока они не идут Навязывать Что-либо ЛГД Через 2 минуты Заканчивается Егид Возможно именно это И ждут Ехомы За Егги Куда будет Приятнее драться Эйма поймали Сбивает ему Аегу Не Закончится она Через 2 минуты Пропадает уже сейчас И выбивает Клинкс Но все равно Эту вышку защищать Это дело гиблое Поэтому отдают Т2 на верхней линии И Хоум ЛГД Обогащаются Еще немного Ну Мэйби В принципе Уже Практически готов Катарин Кор Не так много Ему остается Для алхимика Это сущие пустяки И вроде бы с алхимиком Играет команда ЛГД гейминг Но я смотрю А какая-то линия Обязательно Подпушена Обязательно Где-то крипы уже Давят Бесят Раздражают На нижнюю линию Команды ЛГД гейминг Огромное стадо Крипов Зашло И они уже На хайграунде Обратите внимание Сейчас Они развалят Эту пачку И начнут Пинать Вышку Странно Все выглядит Алхимик Много фарма И упускает За всем этим пушем С другой стороны Пушить Поважнее Чем фармить Алхимик И так свое Уже получил Гему У Иннамансера Между прочим Джинсинг Кстати еще и с Даггером Джиксинг реально хорош Хорош Вот вторую игру подряд Мне нравится его исполнение И Играет он не на самых Метовых персонажах Виде в прошлой игре Легион Командер от него Достаточно эффективный Оказалось Но Не хватило Героя команде ЛГД Ну а в этой игре Иннамансер Единственная эффективная была еще Даггер появляется у Никса Ну тоже Гардиант Понимал Что к чему Купился Мидас Понимает Что Игра затянется Фарм нужно где-то получать Мидас в этом Безусловно помогает Ровно как И получить не опыт Подостыли команды Вопросы драки ЛГД Если вы обратите внимание На счет 12-4 ведут И вроде как Они выигрывают Казалось бы Неискушенный зритель Мог бы подумать Что ЛГД выигрывает Ну команда Ехом громаднейший Потенциал есть на пуш Если в драку вдруг Выиграет команда Ехом Это возможно Там Акс прыгает И агрит Алхимика на себя Вытягивают Мэйби Мэйби поднимает Терекинез Стейбл контакшен Пошел по Аксу А тут сзади Входит Клинкс Расстреливает Оркла Есть один килл Никс тоже встреет Но Никс использовал Керапис пока живет Джигернау от ультит И убивает Клинкса Наказывает за эту наглость Команда ЛГД Своих оппонентов Дезвард стоит Да Сейчас будет Дезвард Сказать На Вард Тукны Если он Незер Акс Акс Получает немало урона Прожимает агр Пока живет Джиг Синга Поднимает Рубик Но при этом Сам уже погибает Конкокция Забивает ТП Аксу Тим Вайп Для команды ЛГД Но вот как-то В этой игре Сопротивление Ехом оказать не могут Казалось бы Взяли героев Которых боятся Против них Обычно Которых банили В предыдущей игре Банили Пукну Банили Рубика Но они Вообще неэффективны В этой игре Совершенно неэффективны Такое ощущение Что как-то подзатянули Алхимик Свои слоты выформил Дали ему возможность Очень быстро Пушили стороны Команды Ехо То есть внешних товаров Почти все развалили Но на хэкграунд Не зашли в свое время А против такого Алхимика Реакция обычно Незамедлительная И Алхимик И Эйм Потрясающе здесь выглядят По дэмэджу Да, Мэйб спокойно Стоит на хэкграунде Спокойно пушит Пытается пугно Что-то высасывать С Аганимом Ну, оно не особо работает Джиксину наваливают По спине Умирает Джиксин Гем выпадает из него Гвардиану неприятно Гем забрала Команды Ехо Лан Эм дальше за Алхимиком Но Алхимик включает Кемикал Рейдж Пока не так-то просто Драться с Алхимиком Алхимик уже по чикену У Алхимика есть Гем Все, в принципе Мэйбе под контролем Мэйбе перемещается на топ Будет сплетить Вторую сторону Команды Ехо Да, 17-6 По графикам Наверное, уже Какое-то сумасшедшее Да, сумасшедшее Опережение Здесь ЛД Вырываются Очень серьезно Вперед Не знаю Не знаю Какие нужно драки Проводить Ехо Чтобы как-то Перевернуть ситуацию В свою пользу Очень сложно Пока урона Клинксу Не хватает И близко недостаточно Того, что он имеет Ну и недофармливают Игроки Ехо Будем откровенны Алхимик имеет Х2+, Касательно Ближайшего преследователя Более чем в два раза Перефармливает Клинкса Это весьма Весьма странно Потому что Такой герой, как Клинкс Должен получать разгон За счет фрагов Но Немного дает Да и он не особо стремился Эти фраги делать Где-то Улл Чикен Местами не доиграл Мне кажется Можно было и поагрессивнее Немного действовать Это могло бы сыграть Свою роль Но так вы Против Алхимика Можете достояться До планомерного Спушивания сторон До раздачи Аганимов Алхимик уже близок К этому Ну и фарм Чудовищный Все по-прежнему Наблюдаю Как он больше чем В два раза имеет Чем Клинкс И это страшно Да и дальше Пойдут уже Аганимы Потихонечку Причем начинать Можно смело Мне кажется Даже с андайнинга Ты знаешь Будет очень Очень интересно С другой стороны Мы видим Часто как Джиггернауту дают Да Чтобы и стоты ему Прибавить Ультимейт Приятнее сделать Где-то Мне кажется А веномансере Можно позаботиться И драку выиграть То есть В этот АОЕ Дэмэдж Постоянный Периодический Дэмэдж А как тебе Настройку Слушай Дикий Вот этот сумасшедший Ну Дикий еще надо Как бы дать Надо долго жить Чтобы этот Дикий давать Ну то есть Это нормально По 10 силы Красть Это хорошо Тем более С таких Липеньких героев Но вот Мне кажется Может в дамагу Больше Лгд пойдут И Как по мне Веник С Аганимом Внесет больше Дамаги Чем Джиггернаут Саганим Я больше На него Последняя Внешняя вышка Команды Ихоум Разрушена И заходит На Т3 В миде Команды Лгд И очень Неприятно Сейчас так Играть Понимают Ихоум Что их давят Отвечать Сложно Инициация В принципе Это может Пройти А вот продолжение После нее Непонятно Пройдет ли Покажи пожалуйста Анимацию Рубика Мне интересно В кем Калорий Джек Как он выглядит Я немножко Все фиолетово Просто Сразу же БКБ появляется У Акса Тоже прибавит Немного Левену В драке А с другой стороны Я еще раз повторюсь Здесь очень Помимо Магического урона Которые присутствуют И ЛЖД Помимо их костов Очень много И неприятных вещей Которые через БКБ Напрягают Даже вот эти банальные Варды Они настолько Бесят сейчас Ты просто подходишь На них Сосасни Получил ты пару Ударчиков Уже не так приятно Посмотри сколько он Бегает и мучается Этим вардами Просто Гардиан Попадается Юл Таггер тут не сделать Хотя пока Спайд Керапис Использует Отстанился Но получает Форчин Зент И им добивает Облэд Фьюри Пока Очень близко Делок 1-1 Очень близко Да под Кемикал Рейджом Иллюзии зашли Разминают Бараки тем временем Ну вроде Должны Ехоум Задефать Против иллюзий Скоро сам Алхимик придет Алхимик перемещается На центральную линию Будет фармить Дальше Ждем появления Аганимов Ждем 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 Ставим ставочки Ты думаешь Джакер Да Или Веник Все таки Я за Веник На Андаинга На Андаинга вообще Да Но зачастую Джаггернаут Отдают в таких ситуациях Чтобы просто Вот керри пробусти Еще серьезнее Я за Веноманцера Тут прям Болею всей душой Мне кажется Веник первый Претендент Посмотрим Кто из нас окажется прав Под эти спреи Под шиву Под Родианс Просто сгорит Команда Юхоум Под ультимейтами На Андаинсера С Аганимов Покупает Аганимов Короче Мое последнее слово Андаин Сейчас Окей Мое первое Последнее Веник Ну а что Интришка такая Интерактив Интерактив между Комментаторами Не знаю Ну опять же Само вот то Что часто Зачастую бывает Я просто Тоже по опыту Говорю уже Дают например Джаггернаут В таких ситуациях Зачастую Еще раз Круто дать керри Дополнительные статы Дополнительные Где-то вот этот Ультимейт Приятный Но мне кажется Что сейчас Отдут Андаингу Уже очень Ну Веника В любом случае В списке у тебя нет Да? Я нет Нет Не думаю Понял Я вижу твою Ехидную улыбку На что-то ты рассчитываешь Я просто видел уже Этот матч Ааа Все в записи Да Это повтор Ну мне просто кажется Что я бы Так поступил Но зачастую Команды поступают Не так Именно поэтому А не команды А я слежу Просто за их действиями Ну Забирают Рошана Лжди гейминг Пауза небольшая От Ехум И Роха упадет Достаточно быстро По десет спреям По демиджам От алхимика Джаггера Конечно Все это Молниеносно Делается По прежнему Алхимик Имеет 2 Икс И даже больше Нежели Клинз У Клинз Есть проблемы Либо у алхимика Все очень Кошерно Получается В данный момент За 32 минуты Ну фарм Громадный Реально ГПМ У алхимика Чудовищный И позволили Ехум Так с собой Сделать Можно будет Одними иллюзиями Начинать Команду Ехум давить Все Отжимается Пауза Аганимчик Летит Рошан Падает Все горит Как такое защита Никак Рошана Приходится отдавать Без вариантов Тракт Не будет Аганим 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 Прилетел Аганим И И И У нас есть победитель И Джиксен Получает Аганим Ну Собственно Как я это видел Что просто хотят Как я это видел Ну просто смотрел Житую группу Да-да-да Как я это видел Глазами Я просто думаю Что делают ставку На вот этот Тайсет Спрей Радианс Плюс Польза Нова С Аганим Тем более Польза Нова Третьего Аганим Сейчас Джиксен Залетает И Вся команда Ехум Отправляется в таверну Без единого удара Они просто сгорят Ну вот смотрите Как неплохо работает Пугна против Алхимика То в принципе Что Должно было быть Ранее Но Сайлора Не все получается В этой игре Конечно Опаснейшее оружие Пугна Это и Незервард И Вот этот Неприятнейший Аганим Плюс Линза Ты стоишь просто И выпиваешь Своего оппонента На очень удобном Расстоянии Для себя МКБ появляется У Клинкса Существенно повысит урон Сейчас И главное Что даст возможность Не промахиваться По алхимику Клинксу Сайлора Зацепили И быстро Его убивает Эйм Через колбу И через Врыв От Эйма Эйм Ультап Олдэлэм Но пока Тот был в Блэйдмэле Эйм Пытается растутиться И уйти отсюда Эйма Поднимают Побьет сразу 2 Т4 Но это только Сбитая эго Стан ловит Олданэм Сейчас Олданэм Может и догореть Аганим От Джиксона Вообще Не аганим А ультимейт Был ли использован Дайм Я вижу был использован Ультимейт Ихом Пока не может Особенно подойти Дикей Крадет Рубик Вещь весьма И весьма полезная Первая сторона Разрушена ГГ С командой Ихом Но это не их игра Это не их игра Банально Все вот Можно описать тем Что парни Не смогли Реализовать То что Напикали То есть Нечасто Мы наблюдаем Именно восстановление Команды Ихом Такое Потому что Обычно Если эти парни Берут такие Казалось бы Экспериментальные Пики Но они Вехтих тренируют Обычно Они работали Неплохо Продолжение следует